Всем привет! Сегодня хочу вам показать, что же я интересного, или может быть не очень интересного, раскрасила за март. Месяц у нас еще не закончился, но я снимаю чуть-чуть видео пораньше, но оно выйдет, вы увидите это видео как раз, как положено, в первых числах апреля. Так, если что-то я и раскрашу еще, или вы увидите, например, какой-то челлендж будет у меня, и там будут какие-то еще работы, то все будет потом, в общем, раскрашено, показано за апрель уже месяц. Ну, я думаю, ничего страшного, путаницы у меня не должно быть, но все-таки я заранее предупредила, потому что челлендж у меня еще один сейчас продолжается пока, и там как минимум одна работа еще будет, которая не будет показана здесь, потому что я не успеваю немножко. Ну, думаю, ничего страшного в этом нет, все равно работ достаточно много уже накопилось, 41 работа, это для меня очень хороший результат, есть работы и попроще есть, и такие, с которыми я посидела и раскрашивала подольше. Ну, и давайте же начнем, начнем, буду все, как у меня вот здесь целая кипа лежит, раскрасок, так и буду брать. То есть, обычно я начинаю с самых простых, по номерам, и потом дальше уже к более таким серьезным, раскрашенным работам. Ну, а здесь у меня сейчас, то есть, путаница, ну, то есть, будем смотреть и простые, и более серьезные работы, так, как они у меня сейчас лежат. Так что, а то бывает, иногда пишут, вы показываете вначале простенькие, а которые самые интересные в конце, ну, то есть, сегодня у меня все перемешано. Давайте начнем мы с колартроника. Что-то, естественно, вы уже видели в каких-либо челленджах или, может быть, в марафонах, то есть, ну, ничего страшного, я думаю, какие-то повторно посмотрите, какие-то будут новенькие. Так, а здесь у меня в колартронике маркерами металлик, вот такая вот иллюстрация, и фон я делала масляной пастелью. Мне нравится, как получился фон, такое небо, немножко голубое с розовым, сделала работа, я довольна, мне очень нравится. Буду говорить, что нравится, что не нравится, то есть, редко я бываю в очень большом восторге от своих работ, но все-таки что-то нравится, что-то нет. Так, это у нас Дримлингс 2, здесь у меня вот такая вот простенькая иллюстрация. Здесь они все довольно-таки такие простенькие, это, знаете, из ряда отдыхалочек, очень нравится мне эта раскраска, хоть это и распечатка, я с удовольствием в ней раскрашиваю. Когда-то мне прислала Света ее, Свет, огромное тебе спасибо, если будешь смотреть это видео. Так что, так, продолжим. Следующее у нас лето. Давно я ее не задействовала, ну, потихоньку-потихоньку что-то беру из старых. Здесь у меня вот такая иллюстрация, такая работа, и еще одна, вот такая. Вот это мне нравится работа, не то, что я прямо от нее в восторге, а просто нравится, нравится как получилось, ничего лучшего я не смогла здесь сделать. Здесь как небольшой вроде как берег, облачка, здесь полотенце сушится, я так понимаю, ну и вот такая вот работа получилась. В раскраске путешествия две. Здесь корабль с алыми парусами. Кто смотрит постоянно видео, не пропускает, в челленджах, конечно же, некоторые работы, как я уже говорила, были показаны. И здесь такая вот простенькая, можно сказать, работа. А здесь фон сухой пастелью, немножечко кое-где доработала карандашами. И такая вот получилась работа. Так, раскрасивая жизнь, нравится мне эта раскраска, такая вот уже она толстенькая у меня от сделанных работ. Так, здесь у меня две, почти как разворот. Это фломастерная работа, фон масляной пастелью, здесь фон тоже масляная пастель, а здесь карандаши. И вот такая вот работа получилась. Так, и здесь еще одна. И такая вот простенькая. Ничего особенного тут не придумаешь, такая вот лисичка. Знаете, как я уже не раз говорила, такие раскраски, их хочется и раскрасить полностью, но есть иллюстрации и более такие серьезные, есть попроще. И попроще их тоже нужно постепенно раскрашивать. И вот челленджи, конечно, в этом помогают, что как раз в челленджах и раскрашиваются простые иллюстрации. Так, по номерам у меня здесь несколько лежат. Недавно я купила 4 раскраски из этой серии. И вот такой вот, смотрите, большой такой разворот. А вроде бы, да, такая вроде раскраска детская, но получается так ярко, так красиво. Она идет по номерам, символам, цифрам, то есть по каким-то фигурам. Так, по цветам, символам, номерам. Вот, и вот такая вот работа у меня получилась. Бумага мне нравится в этой раскраске. Вообще в этой серии раскрасок хорошая. Я ее с удовольствием раскрашиваю в ней. И такая вот, знаете, не знаю даже, как сказать, и отдыхалочка, и между серьезными работами можно пораскрашивать. Фантастические существа. Здесь у меня такой вот, такой единорог. Яркий такой прям, такой прям яркий получился. Здесь у меня такая треуголовая собака. И я ее сделала маркером. Металлик из Фикс Прайс, который решила сделать такая, чтобы как мозаика была. Мне понравилось так, как я сделала. И еще одна. Это вот что-то типа Грифона или кто-то. То есть вот такой вот птиц, короче говоря. Фантазийный. Фантазийный. Так. И в веселом зоопарке. В веселом зоопарке у меня вот такая вот лисичка. Эту лисичку я раскрашила фломастерами, которые в чемоданчике из Фикс Прайс. Вот последние мои покупки фломастеров из Фикс Прайса. И вот такая вот работа получилась. Чуть-чуть они у меня протекли, немножечко незначительно. Ну а так, в общем-то, неплохо. Так, следующая работа, которая многим понравилась в Инстаграм. И не только в Инстаграм. Ну так, неплохая получилась работа. Это у нас невесты. Китайская раскраска. И здесь у меня вот такая вот девушка. И, я так понимаю, ей, молодой человек, дарит розу. Дождь. Здесь у меня фон акварель, которая с белилами. И платье карандашами. Ну и лицо тоже все. Волосы тоже все сделаны карандашами. Нос пришлось сделать ей. Подрисовать, потому что ни носа, ни губ, в общем-то, ну так немножечко было намечено. Ничего не было. Немножко глаз подправила ей. И получилась такая девушка. Бумага хорошая. Все выдержала. Много достаточно было здесь воды. Когда вот фон акварели делала, ну все, все выдержала и все хорошо. Немножечко повело, но это не страшно. Такая вот работа в сумеречном саду. Так, что у меня тут? Я уже сама забыла, что тут. Здесь у меня такая вот цветочная мандала. Фломастерами раскрашена. И вот эти вот, ну как типа кругляшочки. Это сделано сухой пастелью. Такой вот большой разворот, цветной, яркий. Такое у меня было настроение пораскрашивать именно вот так ярко. И в общем-то хорошо получилось. Здесь дерево с грушами. Не очень нравится мне, как получилось. Ну как получилось, так получилось. Хотя в комментариях писали, когда это у нас был марафон с Леной. Еленка 74 хобби. И по Марии Тролли у нас был марафон. И я показывала там эту работу. Многим она понравилась. Это дерево с грушами. Ну, мне не очень. Если честно. Вот видите, как в некоторых... Некоторые... Когда-то делала здесь иллюстрацию вот эту. И вся акварель притекла. Надо будет здесь какой-то такой вот мятно-зеленый тоже фон делать. Вот так. Здесь у меня вот такая вот птичка. Такая вот. Здесь с мышкой сделана была до этого. И здесь такая. И здесь тоже такие вот птички. Сделаны карандашами все. Следующая работа в «Игре престолов». Недавно появилась у меня эта книга. Хоть она и вышла уже довольно-таки давно. Но у меня появилась недавно. Нравится мне работа, которая получилась. Здесь у меня медные твари. Ну, я читаю, что здесь написано. И здесь у меня вот такая вот работа. Довольно-таки быстро я ее раскрасила. Фон здесь акварель. Одежда это Кахинор Манделус с размытием. И немножко доработала карандашами. И вот, если будет видно, поблескивает. То есть на краях плащей, на украшениях. Это карандаш с эффектом металлик золотой. И вот такая вот работа у меня получилась. Вообще нравится. И работу сделала достаточно быстро. Ну, здесь односторонняя как бы иллюстрация. Но немножечко протекла. Ничего страшного. Очень мне. Одна из любимых работ этого месяца. Вот мне девушка нравится. Это, ну, как бы... И еще одна из... Одна из любимых работ этого месяца. Мир Толкина. Здесь вот такой вот у меня голубь. Вот такая вот получилась работа. Здесь у меня карандаши. Немного акварель. Вот небо сделала. И немножко мандалуза с размытием. То есть всего понемножку, как всегда. Так. В ведьмаке. В ведьмаке это вот такая тоже работа. Это вот с обложки. Я не захотела делать столько крови. Сделала вот только вот здесь. И вот как бы отмеча, что... Здесь у меня и акварель, и карандаши мандалуза с размытием. Потом дорабатывала обычным карандашом. Я как-то пользуюсь всем понемножку так. Ну, здесь бумага иллюстрации, можно сказать, односторонние. Но немножечко противно. Думаю, это не столь важно. Так. Тысяча одна ночь. Такой вот узор здесь. Такой простенький, но мне нравится. Тоже, как получилось. Вот такая вот иллюстрация. Больше здесь. Ну, тут есть работа, но она до этого была сделана. У меня такая книга есть. Большоформатная. Но я решила заказать еще маленькую. Хотела, думала, дочь будет в ней раскрашивать. Но ей не понравилась она. И в итоге я в ней сама раскрашиваю мифические существа. Нравится мне эта раскрасочка. И здесь у меня вот такая вот просто милейшая русалочка. Простенькая. Но в то же время мне нравится, как получилось. Я на ней просто отдыхала. Раскрашивала. Я уже не помню, что я раскрашивала одновременно с ней. Но так то, что и здесь у меня... Ну, типа такого разворота получилась девушка с кораблем. Здесь вот у нее как карта. И я не люблю вот такие вот иллюстрации, на которых набор всякой мелочи. И я сделала, что как будто бы на этой карте вот такие вот рисунки. И сделала их под одно. И вроде как заодно теперь и раскрашенная получилась работа. Вроде все в этой раскраске. Так, следующее у нас... Когда драконы мечтают. Здесь у меня гранатовый дракон. Здесь у меня и акварель, и карандаши простые, и мандалузы. И немножко для брызг гуашь. И белая поска. Белый поска-маркер. Сделала здесь типа планеты. Как бы она такая планета с огненным хвостом с таким. И сделала. Ну, так сам дракон. Он этот сам по себе такой. Не особо какой-то такой, знаете, сильно. Красоты в нем больно-то нет. Тут есть такие драконы, которые шикарные. Вот они изначально шикарные. Ну, а этот довольно-таки простой. Но здесь постаралась сделать все, что могла. Здесь вот мне нравится, как получились у меня такие вот гранаты. Ну, вот которые немножко приоткрыты. И здесь вот даже, например, непонятно, что это гранат или не гранат. Ну, то есть как-то вот так. Ну, так, в общем-то, мне нравится, как получилось. Не то, что прям я хотела сделать немножко по-другому. Ну, в итоге не в особом восторге. Ну, пойдет, короче. Так, большая книга Мандал. Здесь простенькая такая вот иллюстрация. Такая Мандала. Здесь у меня, сейчас смотрю, маркеры. Вот этот вот золотой из фикс-прайс, который вот последние пять штучек в пачке, которые были в наборе. И остальное тут другие фломастеры. И вот такая вот получилась Мандала. Так, простенькая. Так. Темная фэнтези. Здесь у меня такая вот девчонка. У нее тут что-то непонятное было на голове. Постаралась ей как-то это вот выделить тоже маркером, который из фикс-прайс только уже серебристым. И немножко синим тоже маркером, который с металликом из фикс-прайс. И просто карандаши и лицо. Просто обычными карандашами лицо и волосы раскрашены. Ну, а здесь тоже всего понемножку. И такая вот получилась иллюстрация. Постаралась сделать посимпатичнее ее. Так, мифоморфозы. Вот, скорее всего, у меня в аниморфозах еще будет одна работа. Которую вы увидите. А здесь вот ее нет. Ну, посмотрим. Так, здесь у меня я доделала вот такую вот девушку. Здесь у меня был залит фон. Когда-то давно фон был испорчен. Вообще, я думала, что он безнадежно испорчен. Думала, что не смогу ничего сделать. Но в итоге мне нравится, как получилось. Большого шедевра я тут не вижу. Но в то же время, ну, такая вот получилась иллюстрация. И еще одна книжка у меня вся развалилась. Мне ее пришлось всю склеить. Так, здесь у меня тролль этот был уже. И здесь вот такой вот тролль. Горный тролль, я так его называю. Сделала ночной тоже фон, чтобы они между собой как-то вот так смотрелись. Такую вот луну сделала, затемненную. Такую небольшую дымку. Попыталась, во всяком случае, сделать. Я не знаю, будет ли видно. И вот так получилось. Домик. В домике огонек горит. Свет, вернее. И такая вот работа. Так вообще, довольно, как получилось. Так, остальные вроде все. Так, и в фантоморфозах. Так, в фантоморфозах. Здесь у меня вот такой вот металлический робот. Сделан он карандашами металлик из набора брутфонер, который из Китая. У меня 160 цветов. И серебристый, это тоже брутфонер. Очень нравятся мне в этом наборе именно металлики. Красивые. Очень хорошо блестят. Вот видно, что он так поблескивает. И здесь вот черную сделала. То есть фон, это просто пермаментный черный маркер. Так, в диких животных от арт-терапии. Здесь у меня такой верблюд. Верблюды, вернее. А попона сделана вот это фломастерами и карандашом. Ну, а остальное все. А, ну тут вот еще вот это седло тоже сделано карандашами. А остальное все масляной пастелью. Который у меня есть. Большой набор. Мунго. Пастель масляная, которая 50 цветов. Так, в райских птицах довольно-таки простая работа. Вот такая вот здесь у меня птичка, наверное, курочка. Сидит в траве. И такая вот простенькая трава. Карандашами сделана, немножко поблескивает. Просто карандаши, бродфонер. Ничего, ни блендером, ничем не растирала. Просто обычные. Обычные карандаши. Фон сделала пастелью и солнце. И солнце, и небо, и сама курочка у меня тоже сделана пастелью. Так, ну а теперь самая неудавшаяся работа, неудачная работа этого месяца. Это в цветочных мандалах. Показываю я уже эту работу. Как я уже говорила, нельзя раскрашивать, когда нет настроения раскрашивать. И вот итог. Такая вот недомандала у меня получилась. Очень недовольна я этой работой. Давно я не была так недовольна своими работами, как вот этой работой. Ну, считаю, нужно показать. Даже не хочется смотреть на меня, если честно. Так, следующее это в Хоббите. Это иностранное издание. Заказывала я с Азона. И здесь у меня вот такие вот тролли. Тролли я раскрашивала Кахинор Манделус с размытием. И потом нарабатывала карандашами. Ну, а фон делала акварелью. Вот такой вот у меня фон получился. Ну, такой немножко оморочноватый, так как я и хотела. Вот так вот получилось. В общем-то, довольна. Очень рада, что у меня теперь есть и первая, и вторая часть. Это у нас вторая часть. Первая часть у меня появилась чуть раньше. Я очень довольна, что у меня теперь есть эти книги. Просто счастлива. Так, следующее. Это Диснейпа-номера. Каждый раз, когда беру ее в руки, и всегда вспоминаю Олю, которая прислала мне в подарок эту просто чудесную книгу. Оль, огромное-огромное тебе спасибо за то, что ты мне прислала такую красоту. И здесь у меня вот такая вот девушка из корпорации монстров. Очень толстая книга. Тяжелая довольно-таки. Потому что она прям тяжеленная. И здесь у меня вот такая вот девица. Фломастеры в этой раскраске у меня не протекают. Это единственное. Я вот здесь вот капнула водой. Вот здесь. И... То есть вот мне немножечко протекло это. Ну, это не, как говорится, ничего страшного. Здесь можно будет все заделать. Ну, а так у меня... Я разными фломастерами раскрашиваю. В один слой прекрасно выдерживает бумага. И ничего не протекает. Коралловый риф. Так. Коралловый риф. Здесь у меня вот такая работа. Вроде с одной стороны простенькая. А с другой стороны повозилась я довольно-таки долго. Ну, как долго? Ну, несколько... Ну, часа три-то, наверное, повозилась. Уже точно не помню. Потому что здесь вот это вот море все сделано карандашами. И белое это я специально так оставляла. Ну, как... Типа как пена. И вот такое вот грызовое у меня здесь небо. Здесь хвост кита. И корабль. Корабль он был изначально таким черным. Ничего я с ним не делала. Оставила так, как он есть. Ничего не стало. Тут ничего не доработаешь. Хотела сначала, может быть, какие-то там паруса нарисовать. Но потом подумала, не надо. Он так хорошо смотрится. И вот такая вот получилась работа. Простенькая, но в то же время симпатичная. И в волшебном мире фей. Здесь у меня такая вот фея. Маков, я так понимаю. Раскрашена карандашами. И девушка сама, и маг. Фон сделала сухой пастелью. И вот эти вот кругляшки тоже сделала пастелью. Ничего не стало больше я добавлять здесь в фон. Мне кажется, и так картинка такая достаточно яркая получилась. И вот. Такие вот работы у меня на сегодняшний день сделаны. В марте. Я довольна. Хоть и время еще есть пораскрашивать. Но все-таки 41 работа. Это, я считаю, очень хороший результат. Просто для меня это просто отличный. Есть и более простенькие работы. Есть работы, с которыми я просидела не один вечер. Ну, а в промежутках я как раз раскрашиваю что-то простенькое. Ну, а так, конечно же, я очень-очень довольна. Ну, если вам понравилось видео, конечно же, не забывайте ставить лайк. Пишите, какие работы вам понравились больше. Мне будет тоже интересно почитать. Ну, и спасибо за внимание. Спасибо, что были сегодня. Сегодня со мной видео получилось достаточно длинным. Ну, и работ все-таки выполнено немало. Оставайтесь со мной. Видео еще будет выходить очень много интересных, интересные челленджи. Ну, и всем пока. До новых встреч.